МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот под эту арку дома номер 10 по Большой Садовой ежедневно входил после переезда из Киева в Москву тогда еще никому неизвестный писатель, автор романа «Мастер и Маргарита». Я уже полчаса здесь гуляю и слежу. Сколько человек войдет в этот двор? Вечер. Музей-квартира закрыта, а люди все идут и идут. Их манит магия творчества Булгакова. И его герои. Мастер Маргарита, Воланд, Шариков, профессор Преображенский. Почему нехорошая квартира, словно магнит притягивает к себе все новое и новое поколение? А ее хозяин современен и популярен, как никогда. Да, пожалуй, нет в Москве более расписанного подъезда, чем этот. Ну, вот, например, «В каждом есть свой Воланд» или «Маргарита, тебя ищет мастер и я». Он словно энциклопедия всенародной любви к мастеру. И послание. Ну, вот, допустим, рукописи не горят. Это все послание своему кумиру, а еще и тем, кто обязательно придет сюда, чтобы ответить на многие почему, которые словно приклеились, прилепились навсегда к имени Булгакова. Сотни почему. Почему в юности стал морфинистом и бросил женщину, которая его спасла? Почему рукопись собачьего сердца, арестованная и упрятанная в недрах ГПУ в 26-м году, была возвращена писателю через 4 года, а сам он не был арестован, как многие из его окружений? Почему, не вылезая из нищеты и голода, отоваривался в Елисеевском, пил шампанское и встречался с иностранцами, за что ни разу не был даже допрошен? Почему, звонил вождь, разговор со Сталином вогнал писателя в ужас? Стойкое ожидание скорых перемен и параноидальное ожидание повторного звонка. Ведь вождь обещал. И почему Сталин не перезвонил, превратив телефон в черный гроб? И таких почему в его жизни предостаточно. Добрый вечер. Я вам звонил, но, к сожалению, самолет задержали, опоздали. Музей закрыт? Музей закрыт. Уже очень поздно. С датом она под охрану. Извините. Знаете, особый случай. Можно хотя бы на полчасика. Только посмотреть полчаса, не больше. Пожалуйста. Спасибо. Я не сказал милейшей Людмиле Викторовне, директору Дома-музея Булгакова в Киеве, когда просился позволить мне хоть 30 минут побродить по дому, что на самом деле во мне таилась надежда провести в нем всю ночь. А вдруг удастся? Уж больно много я был наслышан о чудесах, которые здесь творятся по ночам. Особенно в ночь под Рождество. И знаете, все удалось. Я договорился. Случилось это как-то само собой. Ночь опустилась. Все разошлись. Свет погашен. А про меня и забыли. Я остался один. И скрип, шорох, часы. Я выглянул за две. Ба! Так это похоже на спиритический сеанс. Я давно хотела спросить у тебя, Миша. Да все забывала. Мне приснились твои глаза. Огромные, голубые и очень яркие. Вдова не скрывала от других, что часто советуется спокойно? Масса открыта Киева. Какая-то старинная церковь. Мимо идет много народу. Как вода. Темная, глубокая. Как пророчество. А ты стоишь на горке. И смотришь вниз на эту черную толпу. И кому-то говоришь, говоришь. И все почему-то о мае. Как же это восхитительно, май. Что каждый год должен начинаться маем. И что жизнь вообще каждого должна начинаться маем. А под тобой похороны. А под тобой похороны. Есть запись от 15 мая 1891 года. О рождении в семье доцента Киевской духовной академии Афанасия Булгакова и законной его жены Варвары Михайловны второго сына. То, что Миша родился особенным, подмечали все. Сорванец каких мало. Без свертлявых. Ничего не стоило ему скорчить рожу. Да и слова словно сами выпрыгивали из него. И хотя Варвара Михайловна в девичестве Турбина в 36 лет овдовела и осталась с пятью детьми, не было дома более веселого и шумного, чем этот скромный дом на Андреевском спуске. Много молодежи, свиданий, разлук, влюбленностей. Ей было 16. Худенькая, с пушистой русой косой. Дочь действительного статского советника. Старшего казначея казенной палаты города Саратова. Татьяна Лапа, Тася. Слышишь? Нет, нет, нет. Я слышу. Часы. И твое дыхание. А кто ты у нас будешь? Я не знаю. А я знаю. Ты будешь моей женой. Нет, правда. И в спектаклях, и наяву. Настоящей женой. Как жена Мольера. А может быть, жена писателя, или врача, или певца. Пока Михаил меняет профессии в мечтах каждый месяц. Ты знаешь, у нас никогда не будет зимы. У нас будет нескончаемый май. Ты и я. Мы вместе. Навсегда. Идем за мной. На Рождество 1909 года, спустя 7 месяцев после той ночи, сюда, к Михаилу в гости зашел друг проведать. И увидел, как тот прячет браунинг в белой тряпице под подушку. Коррекционируем оружие, пошутил товарищ. Стреляюсь, мрачно ответил Булгаков. Тася, она не приедет на Рождество. Товарищ решительной походкой подошел к столу, взял листок пищи и бумаги и вывел. Татьяне Николаевне Лаппа, Саратов, Молния. Срочно приезжайте в Киев. Михаил стреляется. Я ответила незамедлительно, длинной, как письмо-телеграммой. Но в Киев приехала только летом, в 1910 году. Погуляли, помиловались и уехала. Потом зимы, весны, опять зимы. А весной, весной в 1912 году снова вместе. Бильярд, американские горки, кафе. Любовь. Незапланированная беременность. Ужас аборта. И первая порция кокаина на рассвете той ночи. Тася не представляла, как можно рожать невенчаной. Ну и не идти же с пузом под венец. Миша сказал, что нужна операция. И он сделает все сам. Когда все закончилось, он посмотрел на Тасю и сказал, э-э, милая, да тебе нужно взбодриться. Достал пакетик с белым порошком. Это кокаин. У нас на курсе все пробовали. Его вдыхают носом. Через трубочку. Вот такую. Он сделал две дорожки. Одну вдохнул сам, а вторую отдал на зеркальце Таси. Утром ей стало очень плохо, потому что всю ночь рвало. Это опасно, Миша. Я прошу тебя, не пробуй больше эту дрянь. Это очень опасно, Мишенька. Мы же хотим много детей. Он не рассказал Тасе. Какой ужас он испытал этой ночью, когда огромный скользкий змей с красными глазами чуть не задушил его. Эта наркотическая галлюцинация стала сюжетом первого рассказа Михаила Булгакова, который он записал при свечах. Вот так и назывался. Огненный змей. Это кабинет Михаила Булгакова в его киевском доме. На изразцовой печке рисунки Михаила. Сегодня мы назвали бы их комиксами. 1913 год. Миша беседует с двоюродным братом Костей. Я женюсь, говорит Миша. Костя отвечает, ну и дурак. А на этой стенке большими буквами было выведено изречение Гиппократа, что не лечит лекарства, лечит смерть. А чуть ниже огонь лечит. Смерть и огонь, эти две таинственные стихии, всегда манили и завораживали Михаила. Они главные участники его писательской мистерии. Миша и Тася венчались 26 апреля 1913 года. С того дня золотая Тасяна браслетка, подаренная ей матерью к окончанию гимназии, сверкала из-под манжета на запястье Михаила Булгакова. На счастье. Золотая браслетка стала для него талисман. Получив диплом лекаря по детским болезням, коклюш, корь, свинка, Булгаков так и не доедет до детской клиники. Ему заменят эту клинику передовая. Там браслетка при фронтовом госпитале. А помогать ему будет его жена Тася. «Крепче держи! Крепче!» кричал он ей. «Крепче, черт возьми!» И та, нанюхавшись на шатыря, вцеплялась в гнилую гангренозную ногу. А чуть позже Булгакова переведут в земский госпиталь под Смоленском. И там произойдет страшное. Убираем крючки. Доктор Булгаков отсосет из горла дифтеритную пленку и заразится. После прививки и страшной боли он вколет себе морфий. Вскоре он будет колоться уже два раза в сутки. Причем будет заставлять Тася саму готовить растворы. Та будет ругаться, плакать, но не сможет противостоять мужу. А тут еще. Миша, я уже на третьем месяце. Что делать будем? Какой ребенок может получиться у морфиниста? Нужен аборт. Не беспокойся. Мы все сделаем. Тот день решил судьбу обоих. Тася навсегда останется бездетной. Булгаков тоже. Позже он скажет, за тебя меня Бог покарает. Эх, Таська, Таська. Ценой неимоверных усилий и угрозой покончить с собой Тася заставила мужа переехать в Киев. А за окном революция семнадцатого года. Велик был год и страшен по Рождестве Христовым 1918-й. От начала же революции второй. Так начинается знаменитый роман «Белая гвардия», охвативший события, которые Михаил и Тася пережили в стенах этого дома. Господа, кремовые шторы за ними отдыхаешь душой, забываешь о всех ужасах гражданской войны. А ведь наши израненные души так жаждут покоя. Вы позвольте узнать, стихи сочиняете? Я? Да, пишу. Так, извините, что я вас перебил. Продолжайте. Но места в романе Тася не нашлось. И не потому, что она не вписалась в сюжет. Свидетелей слабости и позора убирают. А Тася была свидетель. Преданная жертва издерганного Морфием мужа, впавшего в ужас от усталости и нервных перегрузок. Но в 1918 случилось чудо. С Морфием было покончено. Михаил сумел перебороть в себе эту зависимость. Но за чудо больше всего расплатилась Тася. Михаил из весельчака и балагура превратился в злобного, мстительного и жестокого человека, который боялся всего. Ну, а более всего ответа на вопрос «Как быть?» В эмиграцию с белыми нельзя. Там-то будешь никто. Ты вот что мне скажи. Когда вас расхлопают на дону, а что вас расхлопают, это я вам предсказываю. И когда ваш Деникин даст дёру за границу, это я вам тоже предсказываю. Тогда куда? Тоже за границу. Нужны вы там, как пушки третье колесо, куда не приедете, в харю наплюют. Ну, а оставаться в России с красными значит сорвать голос, орать. да здравствует советская власть. Как быть? Ехать надо. Думал, мадрид, да Париж вроде как-то пристойнее. Хочу заграничной славы, хочу достатка. Хочу признания покоя. Признания не у этой солдатни, а у мастеров. Хочу победить победителя. Тебя обязательно признают, Мишенька. Обязательно. Ты главное женщину хорошую найди. Чтоб любила тебя и жалела. Ну, не дури, перестань. но если что, поеду, поеду в Москву. Я же тебя не брошу. А ты приедешь ко мне. Правда? Правда? права такого нету морозить рабочего человека. Все бежит. Вот здесь партия. в конце 21-го года Михаил Булгаков вместе со своей женой Тасей переедут в Москву вот в эту коммунальную квартиру в дом номер 10 по Большой Садовой. Так вот вы знаете, почем сегодня хлеб? А я вам скажу. А я живу хорошо, даже дай лучшего. Потом Булгаков назовет ее нехорошей. Здесь в 8 комнатах поселились фабричные рабочие, в основном малограмотные и очень сильно пьющие. И почти каждый день драки с мордобоем, поножовчиной, морем крови и пролитого прогорклого масла. Потому что что при социализме, что при коммунизме, черт бы его задрал, которого ждать ядреной мать не обождешься. Особенно свирепствовала Аннушка. Чего? Свет надо тушить за собой в уборной, больше я тебе скажу. Тихо, 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 тихо. Население. Их, кстати, прозвали здесь Аннушкой Чумой. Вот она, ее портрет здесь. Именно эта Аннушка пролила масло на трамвайные пути на дороге бедняги Берлиоза. Ну-ка, поверь! Здесь, в квартире, Булгаков и находил будущих героев своих произведений. Далеко ему ходить не нужно было. Сюда приходили исследователи УГПУ, сюда приходил и полиграф Полиграфыч Шариков. А о собачьем происхождении которого Булгаков узнал от своего друга, профессора-хирурга Мартынова. Ныне уже давно забытого. А теперь поставь! А что у нас там так делали? Опа! Дальше операция. Скажите, надолго рассчитана операция? Примерно на 30 минут. Я не помешаю? Нет. Я сейчас продолжу тогда собачью историю. в планах строительства нового светлого будущего новая власть отводила огромное место науки. Именно наука должна была помочь большевикам родить нового человека. Выносливого, сильного и самое главное послушного. Где же такого взять? не больно? Нет, конечно, потому что она находится под глубоким наркозом. И тут кто-то из Совнаркома вспомнил об опытах по гибридизации человека и обезьяны и оживлении собак, которые проводили старые профессора. Среди этих профессоров был и профессор Мартынов. Разговор был короткий с учеными. Бог рухнул, мораль попрана, народ тёмен. Родите нам нового строителя коммунизма. Деньги мы вам дадим. Откуда ж про это мог прознать Булгаков? Медик и газетчик хроникер, да и просто человек, который в один из дней двадцать четвертого года неожиданно почувствовал острую боль в Баку. Оперировал Булгакова профессор Мартынов. Да-да, тот самый, который резал собак. И по одной из версий именно Мартынов рассказал ему про свои опыты. Так что всё совпало. И написание собачьего сердца, и аппендицит. Двадцать четвертый год. Ножницы. гипофиз давайте. Десять минут. Жар боли превратился в жар воображения. Чуть жарковато здесь. Пойду передохну. Всё. Хотите байку? В апреле девятнадцатого года на спине военврача белогвардейской отступающей армии из Владикавказа Михаила Булгакова его жена Тася обнаружила вошь. Сразу температура озноб. И Тася подумала, что вошь-то непростая, атифозная. Кто бы мог знать, что именно вот эта вошь решит судьбу военврача Михаила Булгакова и даст новое звонкое имя мировой литературе. А Деникин тем временем отступает. Снаряды по обозам, мельтешня, крики, паника. Бег одним словом. Приговор начальника госпиталя. Голубушка, в обоз ему нельзя, помрет он, оставаться надо. Белые убежали, а красные набежали. А Булгаков тем временем мечется в бреду в госпитале в Владикавказе. Так ничтожное насекомое надиктовало судьбу завшивившему писателю, который встал на сторону революции. Но с клеймом. Вечным клеймом чужака. История рождения нового советского человека оставила нам в наследство гениальный персонаж Шарикова, полиграф полиграфовича, рожденного из собаки не менее гениальным профессором Преображенским, а может быть профессором Мартыновым. Что-то вы меня больно утесняете, папаша. Что? Какой я вам папаша? Что это за фамильярность? Называйте меня по имя отчеству. Да что вы все? То не плевать, то не кури, туда не ходи, чисто как в трамвае. Чего вы мне жить не даете? Одно известно точно. Описал ее гениальный мистификатор, который, как он говорил, вроде как принял новый строй, а потом был затравленным. Да что такое в самом деле? Что я управы что ли не найду на вас? Я на шестнадцать тершинах здесь сижу и буду сидеть! Убирайтесь из квартиры! Ба! Не лезь, барменталь! Чего вы мне жить не даете? 7 мая 26 года к писателю пришли с обыском. Изъяли рукопись собачьего сердца и дневники. А вскоре самого писателя вызвали на лубян. Он вел себя спокойно, не лгал и отвечал на все вопросы. Да, повесть собачье сердце получилась гораздо злостнее, чем я предполагал. В ней есть элементы оппозиционные существующим устрою. Ведущие к свержению строя, уточнил следователь. Точнее, не во всем согласны с ним. Твердо поправил Булгаков. Вроде как вывернулся. Да вот загадка. Рукопись собачьего сердца арестовали, а самого автора почему-то выпустили. Ему за 30. Он носится по Москве в поисках заработка. И еще ему очень жаль расставаться с женой. Но все к тому, как-то вечером в конце 24-го года, он приходит домой и говорит Тася, слушай, давай разведемся. Зная его склонность к розыгрышам, я в тон ему ответила, давай. А утром они пошли в ЗАГС. Их развели сразу, даже не спросив причины. Когда Михаил уходил, он взял с собой больших размеров фотоальбом. И написан под совместные ночные бдения и мою помощь Роман, который получил название Белая Гвардия. И Роман вскоре вышел, посвященный другой. Разве это справедливо? С тех пор прошло много лет. Уже в 45-м году после войны Тассе сказали, что тяжелобольной Михаил хотел видеть ее, звал. Она, к сожалению, об этом не знала. А если бы знала, то прибежала бы. Прибежала. В том же 24-м году на пышном банкете в честь вернувшихся из эмиграции литераторов Булгаков знакомится с очаровательной любовью Белозерской. Ей 26 лет. У нее балетная осанка. Она успела побывать замужем и развестись. И это ей, а не Тассе, Михаил Булгаков посвятил роман «Белая гвардия». Все те же шумные соседи. Сота же поденщина запечатанной машинкой ради денег и новая жена. Люба. Все за той же старой швейной машинкой. Семья новая, безденежья, старые. И все те же надежды. Ну что ты, макочка, куксишь-то? Мхат, взял твою пьесу. Может, квартиру дадут? Я что, генерал? То, что взяли, удача. Странная удача. Я еще поплачусь за нее. Ужасное состояние. Ты же у них лучший писатель. Не велят казнить, помилуют. Въедешь в литературу, как Радамес под марш Верди. Иллюзии все это. Сон. Сон. Да не литература все это. Это бал Лизаблюдов. А я на нем чужак. Другие же как-то приспосабливаются. Или ты смиряешь свой взгляд на происходящее, свой острый, ядовитый взгляд. Смири себя. Любан, никогда не говори мне об этом, о всяких там Мирхольдах, Маяковских прихлебателях. Ты знаешь, что они во все голоса хвалят эту Потемкинскую деревню. Обиднее всего, что людям талант даден. А они... Черт, это хуже предательства. Хуже, ты понимаешь? Ну, ничего, попомни меня. Придет май. придет май. Это настенное творчество посвящено Булгакову. Он действительно стал народным и любимым писателем. Вот пишут Булгаков forever или Булгаков четкий пацан. А сам он при жизни заявил я не герой, я не создан для этого. Я человек обыкновенный, рожденный ползать. И однажды ползая по Москве, я чуть не умер с голода. Я сочинял торгово-промышленную хронику в газетку, я писал веселые фильетоны, которые самому мне казались не смешнее зубной боли. однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки и дырявых ботинок, я сочинил ослепительный проект торговой световой рекламы. По ночам реклама, филитоны, а днями и вечерами работа над пьесами для Московского художественного театра, где правят два титана, Станиславский и Немирович Данченко, чьи даже тени столь могучи, что ни обойти, ни проскользнуть. Вот и смиряй себя, поддакивай, соглашайся, а так хочется иной раз да по портрету. Булгаков устал надеяться, он в опале. Запрет на постановку пьес высшая для него мера. Он ждет лишь чудо и дождался. Она не нуждается в деньгах, у нее прекрасный любящий муж, крупный военачальник Красной Армии и два здоровых мальчугана трех и шести лет. Театры, салоны, приемы. Елена Сергеевна Шиловская идеальная супруга в идеальном браке. А тут словно увертюра к опере. Музыкальный вечер и ужин в доме друзей. И голубоглазий сосед по столу. Всех смешает, поет, дурачится. Не человек, театр. У Елены Сергеевны на рукаве развязалась тесенка. Она протянула ему руку. Завяжите, если не трудно. Завязал, поцеловал руку и посмотрел в глаза и словом приворожал. Завертелось. Ночью около трех меня позвали к телефону. Муж командировки и я хотела выспаться. Сумасшедшая неделя просто вымотала. Лыжная прогулка, генеральная в театре, актерский клуб, где Миша играл на бильярде с Маяковским, как всегда проиграл. Словом, виделись каждый день и я я возмолилась. Ну дайте же мне отдохнуть. А тут звонок. Оденьтесь и выйдите на кольцо. Я оделась и вышла из подъезда. Луна светит, как фонарь. Миша, бледный в лунном свете, достал спрятанные от мороза на груди цветы. Вот. Мятые, но еще теплые. Безумный сон. Мороз, жар. На мне только легкая шелковая сорочка под шубой. Он взял меня под руку и на все мои вопросы и смех прикладывал палец к губам и молчал. Довел меня до скамейки и показал. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь они увидели его первый раз. Не обижайся, но действительно так получается. Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что я... Разрешите мне присесть? Пожалуйста. Именно на этой скамейке. И шепотом мне. ведьма. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Ведьма. 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 Все. Они встретились. И он ей сказал, любовь выскочила перед нами, как из-под земли воскакивает убийца в переулке и сразу поразила обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Я не знаю, что за убийца, любовь, но вот настоящие убийцы в те дни нашлись точно. В конце декабря 1929 года, считай, на Рождество Политбюро ЦК ВКПБ в присутствии Сталина ребром поставило вопрос. Устранить идеологического врага. Сталин, смотревший дни турбинных, не меньше 15 раз защищает Булгакова. Однако большинство на Политбюро было настроено категорично. Булгаков в своих пьесах, используя максимум легальных возможностей, борется с советской идеологией. Решение о запрете турбинных и бега было принято. Заодно запретили к постановке и все остальные пьесы Булгакова. Озлобленному и нищему автору было дозволено либо броситься с моста, либо наглотаться снотворного. Сукин сын, одержимый собачьей страстью, новобуржуазное отродье, клеветник. За 10 лет литературной работы Булгаков насчитал 301 отзыв о себе в печати. Из них только три положительных. 28 марта 1930 года писатель пишет письмо в правительство. Я прошу приказать мне в срочном порядке покинуть пределы Советского Союза. Я прошу советское правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить. Потому что в данный момент нищета улица и гибель. А в ответ в ответ молчок. 5 мая 1930 года он пишет уже письмо самому Сталину. Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, я бы не позволил себе беспокоить вас письмом, если бы меня не заставило сделать это бедность. Средств к спасению у меня уже не имеется. Нога у вас какая, Зоя Денисов. Я вас завтра уплотню. Знаете, что? Уважаемый товарищ. Замолчите вы уже. Замолчите. В доме Болгаковых мрак. Телефон молчит. От Сталина ничего. И с Любой ссоры продолжаются. Она пытается вести светскую жизнь. Держит в манеже лошадь, учится водить автомобили в доме. В доме появляются то модистки, то жаки, то шоферы. Болгаков кричит ей Люба, я не могу работать в такой обстановке. Я не могу писать. Она ему в ответ. Ты бы поберег себе, Макочка, но не звонит и не звонит. А кому он звонит? А он сказал ей тогда. Ну, я-то понимаю, что это не состоится, не перезвонит он. Ты не волнуйся так, Макочка. Но ты же не Достоевский. потерпишь. Все, нерв лопнул. Ну, знаете, что? Платите! На квартиру нельзя не платить! Мамка, тихо! Я звонка жду. Хозя. В январе тридцатого года Булгаков напишет брату. Сообщаю о себе. Все мои литературные произведения погибли и замыслы тоже. Я обречен на молчание и голодовку. Я уже терплю бедствие. Пока корабль Михаила Булгакова тонет, утлая лодка его литературного недруга и соперника по бильярду Маяковского затонула. А что это вы, гражданин мурат, лампочка и крышный жарит до 6-10-го утра занимались неизвестно какими делами. Уйдите отсюда! Эту лампочку электричную судьбу Маяковского оказалась роковым образом параллельной судьбе Булгакова с осени 29-го. только один достал револьвер и нажал спусковой крючок, а другой только искал способы расчета жизни. шурку я имею право бить, потому что это мой шур. Зайдите все свои шурки. Идите навсегда. Идешь ты их скажешь. 17-го 17-го апреля 1930-го года поэту похоронили. А на следующий день сознание Булгакова разорвал телефонный звонок. А вы ведь прозвит или нет? Ну-ка, лу-ка. Ну, а что ж такое, товарищ Булгаков? Сталин. Да. Да, товарищ Сталин. Видимо, на одну неделю двух талантливейших самоубийц даже для Сталина показалось многовато. Нужно рассказать ему все. И он поймет. Он защитит. Именно в этот день 18-го апреля 1930-го года к звонку Сталина видимо решили приурочить решение вернуть арестованную рукопись собачьего сердца, которая находилась в ГПУ. Год прошел и муки Булгакова невыносимы. Его разъедает чувство вины перед Любой за тайный роман с Еленой Сергеевной. И к тому же нестерпимо ноги болят. Его пьесы запрещены, не печатают ни строчки и за границу не выпускают. С конца 1930-го года я страдаю тяжелой формой неврастении с припадками страха и предсердечной тоски. Все. Я прикончен. Он держался за счет огромной силы воли и всепоглощающей любви к своему делу. Он выдержал благодаря женщинам, что всегда были рядом Таси и Любе. А теперь его привязывали к жизни сильнейший накал любви к Елене Сергеевне и роман, который он писал о ней, о себе, обо всем, что выстрадал. я предсказываю тебе славу, мастер. Только работай быстрее. Я жду эти последние волшебные слова. Пятый прокуратор иудеи, всадник Понтий Пилат. в этом романе моя жизнь. 3 октября 31-го года был расторгнут брак Булгакова с Любовью Евгеньевной Белозерской. А уже на следующий день, 4 октября, был заключен новый брак с Еленой Сергеевной Шиловской. А тут приглашение на бал в американское посольство. Масса тюльпанов и роз из Голландии, всюду шампанское, сигареты в зале с колоннами танцуют. Михаил Анафьевич больше всего был пленен фраком дирижера. Да пят. Чертовский размах у этих американцев. Анафемский. В воображении Булгакова все грохотало. Музыка, фейерверки, танцы. Дипломатический прием вдруг превратился в бал у сатаны. Я улетаю! Я пью ваше здоровье! тень усатого покровителя плотно легла на его глаза. и он был вынужден надеть черные очки. Мир вокруг стал еще темнее, чем был. А тут еще запрет на пьесу Батума о молодом Сталине. Последнюю пьесу. Последнюю надежду. из дневника Елена Сергеева запись от 10 марта 1940 года 1639 Миша умер. Сталин так и не позвонил. Тем Киевская ночь в музее и закончилась. Пора возвращаться. Смерть Булгакова была последним видением из всех, что привиделись. Дурные соседи, резанные собаки, морфи, бал. Я сам иной раз не ведущий, кто я. То ли ведущий, то ли актер, то ли Булгаков. Актрисы жены или жены актрисы. Все переплелось, как в судьбе Булгакова. И арестованные рукописи, и запрещенные пьесы Сталин, Воланд, Маргарита. Да, да, пора возвращаться. У нас зимы не будет, а будет месяц, май. Веселый, зеленый, задорный месяц, май. Уже при первом свидании Булгаков с пугающей серьезностью сказал Олеся Сергеевна, поклянись мне, что никогда не отдашь меня в больницу. Я буду умирать тяжело. Она поклялась, но уже тогда ей почему-то стало смешно. О чем это он? Она уже все знала наперед. Ведьма. Она знала, что этот камень с могилы Гоголя будет лежать здесь. Вообще, история эта удивительная. Как-то, Елена Сергеевна, зашла в мастерскую при кладбище и видела большую черную гранитную плиту. Что это? Это Голгофа с могилы Гоголя. Когда ему поставили новый памятник, ее здесь и оставили. Елена Сергеевна упросила перевезти этот камень сюда. И с тех пор он здесь получился как послание от любимого писателя Булгакова. Вообще, этот фильм можно было начинать с этого камня, потому что смерть и огонь всегда много значили в жизни писателя. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok